Андрей дорогие друзья с вами Гамиль Карбарк рад вас всех приветствую сегодня смотрим онлайн бой по правилам СВБ один на один бой между фракциями империя селивкидов и понт я играю за селивкидов пути меня играет земля из клана РВ соответственно за понт состава на этот бой я взял 5 отрядов регионеров серебряная щита полностью в золоте 6 отрядов учеников артемиды в золоте 5 отрядов тяжелых колесниц без прокачки 3 отряда легковооруженных всадников ополчения с дротиками вот такой вот состав всадники у меня золотой атаки серебряной защите понт взял 6 отрядов бронзовых щитов 5 знаков качанных 6 отрядов лучников в золоте 6 колесниц тяжелых два отряда лучников на колесницах и один отряд фалангитов он считается фракция посильнее чем империя селивкидов единственно в чем у меня сейчас здесь перевес перед понтом это пехота бегонеры серебряного щита они посильнее чем бронзовых щит они их убивают здесь очень важную роль для понта играют его колесниц потому что ресницы должны будут убить мою пехоту это очень важно для себе для понт для понта потому что 11 как я говорил пехота понта сливается пехота селивкидов здесь я понимаю что колесницы для понт играет гораздо более важную роль нежели для меня и поэтому сразу начинаю разменивать колесницы на фланге происходит из размен на правом фланге и сразу же отправляю своих легкую концу в погоню за учениками на колесницах сражался один на фланге покоцал колесницу и пошел воевать с другой на не доехала на колеснице забеселась на фланге понт подходит ближе в перестрелочку начинаем стреляться на 9 весь огонь сосредоточен на моих легионеров стреляет по ним в лоб затея довольно таки бесполезно в лоб легионеров очень тяжело расстрелять здесь мои дротиковые кавалерии догнала хашку понтическую на продолжать здесь стрелять в лоб по моим легионерам без особого успеха эти ни одного человека не убил нет шучу по одному человеку отряде убил в одном отряде даже два человека умерло и на фланге хашка зашла понтический начал стрелять по моей бешеной колеснице я сразу же отправил ту колесницу на фланг сражаться против двух тяжелых колесниц которые здесь стоят драка на фланге моя колесница воюет колесницей понтийской дальше я ее сразу вывожу и бросаю на вторую колесницу который держи рядом стоит моя задача есть по максимуму по трепать колесницы понта для того чтобы они не смогли как следует порезать моих легионеров земля видит что ну не самым лучшим образом для него складывать ситуация потерял он хашку на фланге потерял колесницу 1 10 10 сейчас теряет две колесницы не самый лучший вариант для него больше 10 только две свежие колесницы которые не вступали в бой 3 даже не ровно только же остается и у меня то есть попросить им у нас ничья полкингам ничья хашка его одну сделал у меня остается здесь три отряда легкой конницы против 1 его х это довольно таки существенный перевес мою мою пользу и поэтому мешает земля форсировать события идет вперед не успеваю здесь полностью откинуть пилом и какую-то часть пилом и откинул конечно же но все равно не все пилом отлетели в бронзовых щитов ведь идей на флаги заходит колесница я здесь занят моментом с пехоты и не успеваю вовремя кинуть бешеного колесница на колеснице не успеваю я вовремя все это контролить и стрелять огнем по этим колесницам уже довольно таки сильно потрёпанным колесницы заходит но здесь уже мои легионеры успевают дать неплохого леща понтийской пехоте один отряд фондов что уже бежит домой колесницы понта заходит тоже заходи мои колесницы мясо не уже начинаю стрелять лучниками телеги начинает беситься видите последним бой вступает моя колесница здесь под колесница видите пытается здесь пункт спасти свою пехоту как-то кучи бешеных телег да чтобы здесь бешеных ездили моей легионера вам свою пехоту берем но это у него не получается здесь понимаю что бешеным не спасти не удастся и катаюсь здесь по его пехоте часть моих легионеров побежала видите но вернулась потом здесь у меня моя легкая вернулась и здесь я пытаюсь догнать хашку смотрите здесь на фланге не на фланге авто плюс у меня одна легкая ли стоит прикрывает моих учеников прикрываем эти то о чем я вам говорил здесь я преследую своей колесницей антийскую пехоту неплохо надеюсь отработала порезала а здесь происходит такая очень неожиданная вещь для меня фактически целый отряд всадников не смог убить хашку проиграл ей странно очень событие произошло и что мы имеем под конец боя конец боя мы имеем огрызки бантийской пехоты 22 11 и 25 человек из три отряда бронзовых щитов у меня раз два три три четыре отряда регионеров серебряного щита примерно по примерно грубо говоря по 20 человек чуть меньше возможно 6 лучников меня и отряд легкой тросиковой кавалерии которые здесь прикрывала моих учеников я здесь уже вижу что прикрывать не от кого хашка на фланге устала и изнуренная если бы она заехала на моих учеников пару залпового огнем она бы испугалась убежала мои дротики разогретые свежие на фланге здесь покоцаны лучники понтийский стоят и я решил что я решил что их нужно обязательно схавать и прогнать этим собственно говоря я и занимаюсь прогнал один отряд прогнал второй отряд здесь катаются бешеные мне неудобно работать с легкой но вырвал момент такой и прогнал еще один отряд учеников перегруппировала все свои войска отвел в сторону 6 лучников моих и 4 отряда моих легионеров в конце боя но в определенный момент я думаю что у них она как телеги заехали на легионеров но устал как собрал войска я увидел что у меня здесь очень серьезный перевес такой людей поработал еще и легкой получилось так что у меня здесь тотальный перевес пехоты больше осталось она гораздо более классно чем понта ученик в два раза больше у меня есть легкая это вполне достаточно для победы марку тоже перегруппировал свои войска встал напротив меня давали поставим третью скорость здесь я развел своих лучников эти разумные строим пострелять по хашке которая здесь кружилась не мешало мне пару залпов убил здесь пару телег и он подходит ближе для не решает здесь вступить в бой против меня я принимаю это бросок отчаянный понта на легкая зашла в тыл к лучникам начинать здесь рукопашка моих легионеров серебряные щита против бронзовых щитов кидает здесь понт своих лучников в рукопашку тут же идет чардж в спину я легкой своей чарджу лучников понта и удается мне здесь прогнать этот один отряд лучников и собственно горящих легкой должна доходить тут и бить по массе понтийской армии он здесь понимает что бой для него проигран не признает поражение спасибо друзья мои кто смотрел с вами был гамиль карбарка подписывайтесь на наш канал ставьте лайки увидимся в следующих видео моим